На каждом пальце бумажной ладони нужно написать, как родители ласково называют своих детей. Чтобы выполнить задание, некоторым требуется больше времени, чем было для этого отведено. Педагог-психолог Маргарита Хлебникова уверена, что подобные игры помогают задуматься мамам и папам о том, насколько они близки со своим ребенком. Иногда ребенок идет сам по себе, а мама в телефоне. Ребенок в коляске, а мама в телефоне. Пришли домой, мама пошла на кухню делать свои дела, ребенок в телефоне или в планшете, или в мультиках. Ушло общение, потому что отстань, мне некогда, уйди, потом, не мешай и так далее. И это чаще всего. Во что поиграть с ребенком, чтобы было весело и познавательно? Педагог найдет сотню ответов на этот вопрос, а при желании родителей поделится с ними своими идеями. Хочешь пей? Это чистая водичка. Нет, это вода вкусная. На этом уроке ребята изучают, чем отличаются друг от друга реки, моря и океаны. В стаканах у детей соленая и пресная вода. И ту, и другую дают попробовать, чтобы дети сами решили, какая лучше. Простой эксперимент всем приносит много эмоций. Хорошая пейки! На приглашение педагогов отозвались около 30 человек. Они разошлись по саду. Сначала взрослые просто наблюдают с детьми. Второй шаг – участие в занятиях. В этой группе решили сделать стенгазету к празднику. Я думаю, это зависит от занятости родителей. Только? Ну, я, может быть, величина, желание. Ну, нам всегда интересно. Сын всегда, как что-то происходит, он всегда говорит, мама, давай поучаствуем, давай сделаем поделку. Ведемся как дети. Возвращаемся в детство. Потому что самый хороший момент в жизни человека. Обычно тех, кто отзывается на такие мероприятия, называют родительским активом. Среди них отец двойняшек – Александр Марков. Работа отнимает много времени, говорит папа, поэтому с мальчиками не всегда удается пообщаться. На помощь семье часто приходят бабушки. Здесь еще педагоги говорят, что очень жаль, что не пришли родители, а отправили бабушек. Я думаю, что погорячились немножко наши воспитатели, потому что бабушки тоже очень много проводят времени с детьми и тоже в воспитательной деятельности участвуют. Общение – это не роскошь, говорят воспитатели. Оно по карману любой семье. Нужно просто в свое время посвятить ребенку. Любовь, общение – вот что нужно для ребенка. Это самая главная составляющая, чтобы он стал хорошей, замечательной личностью в этой жизни. Дорогие игры покупать не обязательно, уверены педагоги. Их можно сделать самим из того, что есть под рукой. Главное в моменты творчества быть рядом и разговаривать со своим ребенком.